Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Спасатели и пожарные продемонстрировали новейшие технологии. В Сочи прошли показательные учения МЧС. В Сочи сегодня открылась презентация продукции кубанских производителей. Более 40 предприятий готовы сотрудничать с местными здравницами. Сегодня день космонавтики. Сочинцы почтили память своего земляка Виталия Севастьянова. Всю неделю в Сочи будут звучать армейские песни. Стартовал фестиваль «За веру, за отчизну, за любовь». Курортный сбор на Кубани начнет действовать с 16 июля. Эксперимент должен был стартовать в начале мая, но его сроки перенесли из-за Чемпионата мира по футболу. Механизм работы курортного сбора сегодня в Краснодаре обсудили на совещании, которое совместно провели министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и губернатор края Вениамин Кондратьев. Этот закон направлен на то, чтобы не отпугнуть нашего туриста, а найти здоровый баланс между повышением качества, но в то же время сохранением доступности. И как раз дать возможность в рамках большого выбора и высокой конкуренции все-таки проголосовать нашему туристу рублем в пользу наших курортных. Для нас важно, чтобы курортный сбор взымался прозрачно, понятно, абсолютно установлено и законом, и наши требования, что средства, которые будут собраны в результате курортного сбора, останутся в том мыс-политете, который эти средства собрал. И, конечно, прозрачно они будут в данном случае, исходя из сегодняшней редакции закона, использоваться на благоустройство, на улучшение качества курорта. Ну и даже самое главное, и на какие иные цели эти средства использованы не будут. В Краснодарском крае курортный сбор в качестве эксперимента будет действовать в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и в четырех поселках Туапсинского района. Ежегодно на подготовку к курортному сезону в регионе тратят около 10 миллиардов рублей. Из них в бюджет возвращается не более 6 миллиардов. При этом с ростом потока отдыхающих увеличивается нагрузка на коммунальные сети. Лев Кузнецов поддержал предложение Вениамина Кондратьева направлять собранные деньги на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры курортных городов. Исходя из сегодняшнего федерального закона, средства не можем тратить на коммунальную инфраструктуру. А для нас это принципиально важно, потому что есть ряд городов курортных, которые расположены на море, безусловно, где есть проблемы и с очистными сооружениями. Если у нас не будет сегодня совремнейшей очистки, то какая может быть хорошая морская, в частности, вода в акватории или у берега? И здесь нам очень важно, чтобы мы при вашей поддержке скорректировали норму, которая нам бы позволила, в первую очередь, расходовать средства, которые мы будем собирать в издате курортного сбора, в том числе и на инфраструктуру коммунальную. Если действительно качество водоема не гарантирует безопасность, то, соответственно, это сразу крест на всем, скажем так, проекте именно туристического направления. Поэтому, мне кажется, вот как минимум ЖКХ, которое связано с качеством, обеспечением качества безопасности и, ну и в целом, вот водоема, потому что это составная часть, да, вот уже вот возможно так, вот в такой повестке возможно, наверное, поставить. В текущем году сумма курортного сбора на Кубани составит 10 рублей в сутки. По решению губернатора от уплаты освобождены жители края. Также деньги не будут собирать с малоимущих, студентов, очников, несовершеннолетних и ряда социальных льготников. Кроме этого, жители региона и туристы смогут сами решать, на что потратить средства от курортного сбора. В городах, где он будет действовать, составят список объектов, которые необходимо благоустроить. Тогда люди смогут проголосовать за них в интернете. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Лучшие дзюдоисты со всей страны собрались в Краснодаре. В эти дни в кубанской столице проходит всероссийский чемпионат войск Росгвардии. На татами военнослужащие встретились с сильнейшими спортсменами Кубани. Вместе с болельщиками за поединком наблюдал Вениамин Кондратьев. В командных соревнованиях со счетом 3-2 победу одержала сборная Краснодарского края. Глава региона вручил награды спортсменам. По словам Вениамина Кондратьева, такие турниры нужно проводить постоянно. И в качестве зрителей приглашать больше молодежи. Сочинские спасатели и пожарные продемонстрировали новейшие технологии спасения. В рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи прошли показательные учения МЧС России. В мероприятии приняли участие специалисты 10-го отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю и Южного регионального поисково-спасательного отряда. Во время коротких показательных учений спасатели и медики ликвидировали последствия ДТП, а пожарные ликвидировали условное возгорание. Было применено два метода спасения с помощью куба жизни и спасательного рукава. Сочинский пожарный гарнизон является одним из сильнейших в стране и имеет достаточный опыт для ликвидации чрезвычайной ситуации подобного рода. Не только на учениях, но и в реальной жизни, отметили руководители учений. Всего было привлечено 30 человек и задействовано 8 единиц техники, в том числе специализированные. Из-за санкций против бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга у участников Чемпионата мира по футболу могут возникнуть проблемы с прилетом в 8 российских аэропортов. В их числе Ростовский Платов, аэропорты Геленджика и Сочи. Если к началу Чемпионата мира аэропорты по-прежнему будут контролироваться представителями санкционного списка, сборные могут перенести свои рейсы в города, чьи аэропорты не находятся под санкциями, сообщает сайт yuga.ru со ссылкой на агентство Reuters. К примеру, сборная Швеции планирует прилетать в Сочи, аэропорт которого управляется компанией Basel Aero Олега Дерипаски. В целом же под санкции Минфина США попали 38 человек и 15 компаний. От чая и меда до мясных изделий и рыбы. В Сочи сегодня открылась выставка-презентация продукции кубанских производителей, пищевой и перерабатывающей промышленности. Более 40 предприятий презентовали свои продукты потенциальным партнерам, розничным и оптовым сетям, а также санаториям и гостиницам курорта. Качество кубанских товаров оценила и наша съемочная группа. Мед, чай, хлеб, сладости, соленья, вино, молочная и мясная продукции. Ассортимент более 1200 наименований. Свои товары на выставку продукции кубанских производителей в Сочи привезли 43 компании пищевой и перерабатывающей промышленности. Цель презентации – продвижение товаров местных производителей на потребительский рынок и санаторно-курортный комплекс «Края». Данное мероприятие мы уже шестой год проводим, и мы видим от этого пользу, и производители в этом заинтересованы, и потребители выпускаемой продукции. Сегодня стоит задача – это и удешевление этих продуктов питания, а, соответственно, напрямую, именуя посредников, чтобы была выстроена работа по поставкам продовольствия. На выставку приехали предприятия со всей Кубани, о качестве товаров которых знают уже и далеко за пределами региона. В их числе и сучинские производители чая, колбасы, хлеба и меда. Из города Сочи представлено порядка 12 предприятий. Это мясоперерабатывающие, хлебопекарные отрасли, пчеловодство и чаеводство. Принимают активное участие в данных выставках, и по результатам, соответственно, мы смотрим, сколько соглашений, договоров заключено. Но это в любом случае новый сектор сбыта для наших организаций. Сучинские компании на выставке представили все самое вкусное и свежее. Клиентов пытались привлечь ярким оформлением, приглашали на дегустации. Краснополянская станция пчеловодства, например, привезла на презентацию настоящих серых горных кавказских пчел. Сегодня ученые продолжают работать над сохранением этой породы насекомых. Мы хотим, чтобы наши станции узнали, вернее, вспомнили о ней. Ей 55 лет в этом году исполнилось. Очень хотелось бы, чтобы все возобновилось и работа продолжалась. Четыре месяца мы, как реорганизовали, стали филиалом Федерального научного центра пчеловодства. Пчелохозяйство планирует развивать и агротуризм. Популярный сегодня в Сочи способ знакомства туристов с местной продукцией. Что касается выставки, то до Сочи она уже побывала в Ейске, Анапе, Геленджике и Темрюке. В списке на ближайшее время – Туапсе, Армавир, Кропоткин и Станица Павловская. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи школьники сыграли в Новый город – так назвали городскую профориентационную игру. Ее цель – выявить особо талантливых выпускников, тех, кому муниципалитет готов дать направление на целевое обучение. На игре «Новый город» собрались будущие педагоги – те, кто уже сегодня готовится поступать в педагогические вузы. Эти 12 команд победили в отборочных турах. Сегодня им было необходимо отличиться в конкурсе знатоков, представить визитную карточку команды, успешно выступить в конкурсе капитанов, сам себе директор и объяснить, почему выбирают профессию педагога. Победители профориентационной игры «Новый город» будут награждены дипломами. Профсоюз работников образования также подготовил свои сюрпризы. Но главный приз для ребят, ради которого они, собственно, и вышли на сцену – это сертификат на целевое обучение в университете. Мы надеемся, что все проведенные мероприятия были ориентированы именно на тех детей, которые станут в будущем педагогами, которые придут в наши школы, пополнят наш кадровый состав и станут хорошими, настоящими учителями, которые будут давать 100 бальников, которые вырастят достойных граждан нашей Родины. Муниципалитет, помогая выпускникам поступить в кубанские вузы, тем самым гарантирует себе квалифицированных и, главное, заинтересованных в профессии молодых педагогов, которые придут работать в сочинские школы уже через пять лет. В Сочи стартует месячник дорожной безопасности детей-пешеходов. Он будет проводиться госавтоинспекцией с 16 апреля по 16 мая. В его рамках запланировано проведение операции «Засветись». Она направлена на популяризацию световозвращающих элементов на верхней одежде. Также пройдут профилактические мероприятия «Ребенок на дороге» и «Внимание!» каникулы. Инспекторы будут обращать внимание водителей на предоставление преимущества пешеходам, а также попросят их быть особенно внимательными вблизи школ и детских садов. За три месяца 2018 года на территории города Сочи с участием несовершеннолетних, недостигших возраста 16 лет, было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. В результате 14 детей получили ранения различной степени тяжести. В школах пройдут тематические уроки и родительские собрания. Инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники ДПС также проведут совместные рейды вблизи учреждения образования. Проверять будут и детей, и родителей. На контроле правила перевозки маленьких пассажиров, а также соблюдение правил дорожного движения учениками-пешеходами. Сегодня день космонавтики. День первого полета человека в космос. Им стал, как известно, советский космонавт Юрий Гагарин. Он неоднократно был в Сочи и сегодня в парке Ривьера. При поддержке городского собрания Сочи прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие представители городского совета ветеранов и ученики 8-й гимназии. В Ривьере все собрались у памятника летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Виталию Севастьянову. С 1945 года он жил в Сочи, учился на отлично в 9-й гимназии, прославился тем, что дважды совершил космический полет. В Сочи повезло вдвойне. Ну, во-первых, потому что не каждому городу в России повезло иметь своего космонавта. Мы имеем своего космонавта. Виталий Иванович Севастьянов дважды Герой Советского Союза. Это гордость города. Это не просто человек-легенда, а это человек, на мой взгляд, человек-планеты. С 1960 по 1963 год Виталий Севастьянов читал в Центре подготовки космонавтов курс лекции. Среди слушателей был и Юрий Гагарин. На сегодняшней встрече сочинских школьников, депутатов городского собрания Сочи, ветеранов, был авиатор, который бережно хранит в памяти встречи с первым космонавтом планеты. Рассказывал, как он там был в космосе, как он себя чувствовал, как он приземлялся. И в то же время он тут же говорит, ну что там летчиков, вы сами все время, каждый день приземляетесь. В завершении мероприятия школьники выпустили в небо шары, а ветераны, в том числе и ветераны современных войн, восложили цветы к памятнику почетному гражданину города Сочи. Кстати, подобные значимые мероприятия с участием общественных организаций и горожан регулярно проводятся депутатами городского собрания Сочи в своих избирательных округах. В центре Сочи на майские праздники ограничат движение транспорта. Праздник весны и труда 1 мая на курорте отметят традиционной демонстрации. Старт назначен на 10.00 на площади Узимнего театра. Колонна жителей с шарами, цветами и под музыку будет двигаться по улице Театральной, Курортному проспекту, улицам Паярка, Несебрской, Приморской до площади Южного Мола. В связи с этим с 9.30 до 13.00 по ходу движения колонны будет временно ограничено движение автотранспорта. 5 мая в Сочи в районе парка Ривьера пройдет легкоатлетическая эстафета спортсмены Сочи во знаменование победы в Великой Отечественной войне. А 8 мая в связи с памятной акцией «Свеча памяти» будет ограничено движение автотранспорта с 19.30 до 22.00 от площади Южного Мола до Северного Мола морского порта. Непосредственно же 9 мая в связи с праздничными шествиями движение машин будет запрещено в Адлере с 8.00 до 11.00 на улицах Калинина, Кирова и далее по маршруту к памятнику на набережной Мземте. В Красной Поляне с 11.00 до 12.00 ограничат движение на улицах Заповедная, Волоколамской и Трудовой Славы. В ходе с 8.45 до 11.00 машины не будут ехать по улице Октября и Платановой. В Лазаревском ограничение будет введено с 8.00 до 13.00 по улице Победы, Павлова, Партизанская, Колораж. В Центральном районе с 9.30 до 13.00 по маршруту от Театральной площади до Стеллы подвиг во имя жизни. Также в связи с памятным митингом на мемориале в Завокзальном в этом районе перекроют дороги с 7.00 утра и до 2.00 часов дня. На полчаса с 16.00 до половины пятого движение машин прекратится и по улице Несебрская. Всю неделю в Зимнем театре будут звучать армейские песни. В Сочи стартовал 21-й открытый фестиваль «За веру, за отчизну, за любовь». На этот раз соревноваться в конкурсе будут более 500 военнослужащих из разных регионов и родов войск. Расскажет Инга Габешия. Творческий фестиваль военных – это место встречи пограничников, десантников, моряков, спасателей, полицейских, бойцов Росгвардии, курсантов. Приехали они и из Питера, и из Камчатки, а также из стран СНГ – Беларуси, Киргизии, Узбекистана. Межрегиональный открытый фестиваль-конкурс «За веру, за отчизну, за любовь» образовался в Сочи на волне бардовской песни еще в 1997 году. И участие в 21-м конкурсе принимают как новички, так и участники первых фестивалей. Солдат без песни – не солдат. Это истина, проверенная временем, говорят сами военнослужащие. Ко всему прочему, на этой площадке реализуются и идеи патриотизма, подчеркивают организаторы. Также среди задач фестиваля – популяризация армейской песни среди молодежи. Но самое главное, что этот творческий конкурс военных призван служить делу мира и созидания преемственности поколений, старшего, отстоявшего родину в Великой Отечественной войне и молодого, защищающего целостность России в локальных войнах и вооруженных конфликтах. На Сочинском фестивале поют и пляшут военнослужащие по призыву и по контракту, представители Минобороны России, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Черноморского флота и даже космические войска и сотрудники Федерального управления по хранению и уничтожению химического оружия. Возраст участников от 18 лет. И соревнуются они в шести номинациях. Вокально-инструментальные ансамбли группы, авторы-исполнители, исполнители песен профессиональных авторов, солисты ансамблей песни и пляски, исполнители казачьей песни, духовые оркестры. Дорогие друзья, надеюсь, наш чудесный город произведет на вас благоприятное впечатление. И я уверен, что вы найдете время, чтобы от основного занятия, важного очень для всех нас, но найдете время, чтобы погулять по нашему замечательному городу, полюбоваться красотами Сочи. Мы действительно сегодня самый лучший курорт Российской Федерации, но мы сегодня являемся одним из лучших курортов Европы и одним из самых красивейших городов. Сочи – это гордость России, и мы вас приглашаем обязательно в этом убедиться, убедиться в гостеприимстве сочинцев. Сегодня в Зимнем театре прошел первый конкурсный день. 13 апреля жюри будет оценивать солистов ансамблей песни и пляски, исполнителей песен профессиональных авторов и духовые оркестры. Закрытие же фестиваля и награждение дипломантов и лауреатов состоится в воскресенье. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи разрешили вылов камбалы впервые с 2014 года. Однако с 1 мая запрет на этот вид рыбалки вновь вступит в силу. Росрыболовство запретило удить камбалу из-за риска ее исчезновения. Четыре года назад популяция находилась под угрозой вымирания. Сейчас, по данным ведомства, ситуация выправилась. За сутки рыбаки могут получить до 200 тонн улова, сообщает сайт ОТР. При этом вылавливается лишь промышленная рыба. Ее вес должен быть не менее двух килограммов, а длина не менее 40 сантиметров. Один экземпляр такой камбалы эксперты оценивают в тысячу рублей за штуку. С 1 мая запрет на вылов вновь вступит в силу. В это время сочинские рыбаки будут ловить барабулю, которая идет на нерест в конце весны. В Сочи замечен первый орел-карлик и другие редкие птицы. Этой весной многие крылатые прилетают в Кавказский биосферный заповедник рекордно рано. Об этом сообщает РИА Новости. Черный стриж прилетел раньше на два дня, полуошейниковая мухоловка на три, малый подорлик и соловьиный сверчок на один. 5 апреля в лесу, где только появляются листочки, замечены пеночки-трещотки. 7 апреля после захода солнца впервые закричали сплюшки насекомоядные совы, прилетевшие с зимовки из Африки. А утром 8 апреля запел еще один африканский зимовщик – южный соловей. 10 апреля появились славка-черноголовка. Эксперты заповедника поясняют, что смещение сроков прилета наблюдается ежегодно для многих видов птиц. Более раннему пробуждению природы весной способствует глобальное потепление. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне осталось добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.